Здравствуйте, я Лилия Игликова и гость в студии зоны КИЗ адвокат Женгильды Сулейманов. Тема нашего разговора сегодня по каким из выставленных счетов добропорядочные граждане могут не платить. Женгильды, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Платные парковки в Алматы, такая горячая тема, над которой вы работаете в последнее время, принадлежат частникам, хотя то Алматы спецтехпаркинг-сервис это практически частная структура, только на 30% в ее уставном капитале она принадлежит управлению природных ресурсов и регулированию природопользования города Алматы, остальные 70% это часть, которая находится в частном владении. Вот такой вопрос. Мне интересно, как штрафы за неоплаченную парковку вдруг оказываются вписанными в квитанции за коммунальные услуги алматинцев? Ведь вроде бы структуры эти никак не взаимосвязаны между собой. Здесь я поднял сейчас этот вопрос и мы сейчас это спорим в суде. У нас сейчас судебный процесс идет в Алмате касательных штрафов. Сами по себе штрафы достаточно спорные, если мы говорим о сути этих штрафов. Дело в том, что штраф не может государственно налагаться за нарушение гражданско-правых отношений между двумя субъектами негосударственными. У нас существует миллион индивидуальных предприятий, ТО каких-то, которые оказывают услуги. Отлично, можно пальцев на руке не хватить, сколько услуг. Ну я юрист, условно. Юрист оказывает услугу, рекламная компания услугу оказывает. И вдруг не платит этот клиент. Ну нет же штрафа за это с точки зрения государства. Ну нет штрафа. Почему? О каком штрафе? Это же бред какой-то. Всегда говорят, идите в суд в обычный гражданский, взыскивайте там, идите ходить. Вот этот механизм штрафа, он вообще несправедливый. Я не знаю, каким образом этот штраф вообще возник. Смотрите, какая ситуация. Меня что возмущает? Я автолюбитель, как все. 50 тенге стоит парковка. Полчаса 50 тенге стоит. Штраф, вы знаете, да сколько стоит примерно? Штраф стоит 7250 тенге. То есть выходит, штраф превышает сумму неоплаченного платы в 140 раз. Таких нигде нет штрафа вообще. Вы понимаете, да? Поэтому мы сейчас поднимаем вопрос вообще о самой природе штрафа. Никоим образом штраф не может регулировать отношения между двумя негосударственными организациями. Вот вы же говорите, вот это ТО, такое-то, такое-то, это же не государственная организация. Это ТО, в котором является управление ресурсами, вы сказали, да, и еще какие-то иные третьи лица. Ну, и мы водители, мы тоже не являемся государственными каким-то служащими. Поэтому, когда мы начинаем вступать в конфликт, да, я имею в виду с точки зрения неуплаты, должно быть по-другому. Должно быть просто со стороны этой организации поддаваться иск в суд, понимаете, да, и взыскиваться эти вот 50 тенге. Ну, почему-то вот кто-то вот как-то вот немножко неправильно сделал. Это Дамоклов меч. Ну, я, например, плачу, вот не скрываю, только за того, что такой штраф, честно. Вот я плачу 50 тенге, чтобы не получить штраф 7200, понимаете, да? Теперь касательно, каким образом эти попали штрафы в этот, да, но здесь смотрите, какая ситуация. Там сложнее ситуация, как мы полагаем. Эти штрафы сегодня оформляются письмами счастья. Ну, все прекрасно знаете, что такое письма счастья, да? Письма счастья были у нас за что? Нарушение скорости всегда, да? Это предписание о необходимости уплаты штрафа. И стоп-линия появилась недавно. Ну, стоп-линию нарушил. И вот этот вот сейчас третий вид штрафа вот за парковки, за уклонение от уплаты парковки. Есть такое тоже предписание. Но если мы говорим, каким образом они попали в квитанции, ну, этот вопрос решается достаточно, наверное, просто. Есть соглашение между организацией, которая оформляет данные квитанции, и получается, что вот это ДВД. То есть ДВД оформляет эти, направляет данные и просят. То есть здесь я особо такой, знаете, не вижу проблемы. Проблему я вижу в другом. Есть, жаловались многие ко мне, обращались, они говорят, мы получаем, говорят, вот вы правильно говорите, квитанцию, там штраф 7200, да? Но, говорит, мы не получали самого предписания. Вот проблема в этом. То есть сама по себе вот эта вот бумажка, так ее по-другому нельзя назвать, где указано, что нужно уплатить штраф, она не является основанием для уплаты штрафа. Наша тема какая сегодня? Какие счета мы не можем платить, да? То есть основанием для уплаты штрафа не является квитанция 7000 сеньге, а является предписание. Оно оформляется на большом листе А4, там видно фотографию автомобиля, например, движущегося, да, со скоростью. Вот это. Если же вы получили, ну, я имею в виду наши уважаемые зрители, да, если получили же вы только лишь квитанцию, и в ней указано, что штраф, такой штраф не подлежит оплате без получения на руки надлежащим образом предписания о необходимости уплаты штрафа, которую мы в народе называем письмо счастья. Я так понимаю, при получении предписания мы должны лично расписаться? Да, есть, да, есть, либо нужно заказанное письмо с уведомлением, ну, да, то есть в конверте в самом приходит предписание. Вы лично расписались, правильно, да, пришли, расписались. Второй вариант, само предписание могут вручить без конверта. Тоже, ну, на нем, естественно, на копии ставится тоже подпись. Обязательно, да. Ну, там как, либо сами люди, либо родственники, так, в случае отсутствия лица. Так твой тоже закон допускает. А если, например, позвонил частный судебный исполнитель и сообщил о том, что там 3, 4, 5 месяцев назад был выписан штраф в адрес гражданина, штраф не оплачен и нужно срочно оплатить. Гражданин бежит, оплачивает, сообщает судебному исполнителю об оплате, предъявляет ему квитанцию. Там обычно, я знаю, что судебные исполнители любят пользоваться WhatsApp'ом и просят отправить эти квитанции по WhatsApp'у. И после оплаты этого штрафа судебный исполнитель предлагает гражданину приехать к нему в офис лично и оплатить стоимость каких-то судебных издержек в размере, я думаю, что процентов каких-то от суммы штрафа. Что делать в этом случае? Если предписание, полученное лично гражданином, не было. Здесь два варианта. Вы говорите вариант добросовестности вообще. Это когда позвонил, человек побежал, оплатил. Второй вариант, я как юрист предложил бы другой. Необходимо установить. Я по-другому пошел бы. Я спросил бы у судебного исполнителя, скажи, пожалуйста, мне номер предписания, о необходимости уплаты штрафа. Скажи мне номер предписания, скажи дату, и я бы просто писал бы жалобу в Дорожную полицию. О том, чтобы этого предписания не было. Да, да, что я и прошу вас аннулировать данный штраф. И эти вопросы обсуждаются. Многие мои коллеги-юристы предлагают шикарный вариант. И прямо, например, в соцсетях размещаются образцы, шаблоны этих писем. То есть там, например, ДВД такое, это город, не пишут, там сами вставляете жалобы и текст, и в конце просим. И мои коллеги-юристы говорят, что успешная практика на основании таких вот писем, в случае, если не было надлежащим образом вручено предписание, то полиция, она удаляет из базы эти штрафы. Естественно, никаких разговоров о уплате судебного исполнителя может и не стоять. Вы говорите о другом случае, когда лицо уплатило, это чуть другое. Поэтому здесь надо разделять эти два варианта. Да, у меня все-таки вопрос тогда остается. А почему полиция должна списывать эти штрафы? Ведь срок год и месяц еще со дня выписки штрафа не прошел. По закону ведь только после этого периода штраф может быть списан. Нет, там два варианта. Есть понятие. Да, вот это вот два срока существуют. Первый срок, это когда в течение двух месяцев не вручили предписание, тогда подлежит списанию. Все. Первый. Это очень важно понять. Еще раз хочу сказать. Первый срок это двухмесячный срок. Если в течение двух месяцев с момента превышения скорости, там, неуплаты, парковки, еще стоп-линий, пришло предписание по истечении двух месяцев, это предписание, оно теряет свою силу. Все. Второй вариант. Вы говорите о годовом, это совсем иной случай. Это когда предписание надлежащим образом вручили, но в течение года не смогли взыскать эту сумму, вот это вот, тогда это списывается. То есть, это нужно их разделять. Потому что это достаточно сложные вещи, даже для юристов. Юристы до конца не могут понять, но общий принцип какой. Если предписание пришло по истечению двух месяцев, оно вообще недействительно. Если предписание прошло до двух месяцев, но в течение года не смогли взыскать, тогда оно подлежит списанию. Вот такой порядок. И раз уж мы углубились в детали, то у меня еще один подвопросик. Если предписание было вручено, но не лично нарушителю правил дорожного движения, а кому-то из членов его семьи. Закон говорит, что это достаточно, да. Что это является надлежащим вручением, да. Потому что есть такое понятие, смотрите, закон предполагает добросовестность субъектов права, да. Правильно же, да? Ну, все равно мы не можем, это же вообще до абсурда зайдет, если мы это так будем говорить. Нет, это получила там супруга, нет. Все-таки, наверное, есть такое правило, принцип, что мы все граждане, юридические лица должны действовать добросовестно, разумно, справедливо и в рамках нравственных ценностей, понимаете, да. Все-таки законодатель предполагает, что все-таки вот наши родные отдадут. Потому что тогда, ну, извините, государству будет проблема. Да, но вы периодически в своих выступлениях говорите о том, что все-таки в системе нашей есть много нарушений, с которыми следует бороться. Например, вы говорили об обмене действующих прав, при котором постоянно требовали прохождение нового медосмотра. И вроде бы как ваши действия принесли результат. Расскажите об этом, пожалуйста. Я полгода назад, ну, случайно попал в ЦОН, и, ну, там, с товарищем был, он проходил медосмотр. Ну, я юрист же, я посмотрел закон, в законе написано, что, ну, даже назову норму, пункт статья 29, закон о дорожном движении. Медосмотр проходит в трех случаях всего лишь, при первоначальном. Ну, это логично, да? То есть, человек пришел, права получить, надо его проверить. Второе, проходит медосмотр, есть такое понятие повторный медосмотр. Это когда, ну, например, вот, это старше 65 лет, это логично, 65 лет. Еще есть такие, знаете, это водители, там, кто грузы перевозит, у них через 2-3 года. Это тоже логично, да, правильно же? Ну, нельзя возить. Люди, которые в зоне риска находятся. Да, 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 вы правы, да, вот, ну, логично, это нормально. И третий, это медосмотр проходит те, кто обмен, прав по истечению срока действия. Вот три группы всего лишь. То есть, ну, например, у него права, там, условно, до 5-го, там, августа, он пришел, там, 6-го августа, ему говорят пройти, ну, наверное, надо пройти, да? А у нас же много людей, которые, ну, десятки тысяч, которые в пределах этого срока. То есть, вот он захотел поменять права по многим причинам, ну, захотел. Я написал письмо МВД, Минздрав, я говорю, друзья, говорю, уважаемые коллеги, уберите медосмотр, он такой незаконный, я расписал все, говорю, вот прям все указал, я хорошо пишу. Я говорю, вот по полочкам расписал все. Они отпиской занялись, они, знаете, что написали? Согласно наших правил, я говорю, друзья, ваши правила, они вторичные, закон выше всего. Ну, несмотря на это, вот, они написали мне одно, а вот с 25 мая будут отменены, это и отменяются. Это хорошая новость. Да, хорошая новость. 11 тысяч тенге я каждому, представляете, я 11 тысяч тенге сэкономил, по крайней мере, в Алма-Ате медосмотр стоит. Все. И теперь люди не будут платить эти 11 тысяч тенге, а это сумма огромная. Потом есть еще один момент очень важный. Сам медосмотр, это же, во-первых, качественный медосмотр мы не обсуждаем, но медосмотр, это же стресс, это же неприятная. Это на самом деле неприятная процедура каких-то определенных этих. Мне рассказывали, там, молодые люди не могут анализы сдать, понимаете, да, потому что рядом стоит молодая девушка, понимаете, да, но он не может сдать анализ, ну, не может, он не может, и он воспитан такой, понимаете, и пять раз не может сдать. А вот такие мелочи, но они играют вверх. Так что нормально все в этой части, то есть получилось. Да, Женгельды, вас услышали, и это показатель того, что стоит бороться. Да, очень много стоит бороться. Я много борюсь, у меня получается почти все. И давайте теперь вернемся все-таки к квитанциям. Вообще в квитанциях за коммунальные услуги, мне кажется, можно найти много интересного. Например, оплату услуг юриста. Слышал, да? Я думаю, что немногие жители, владельцы квартир или съемщики квартиры, я думаю, что немногие видели в лицо этих юристов, но тем не менее оплачивали. Где-то на автомате, где-то механически, где-то просто не глядя. Есть, допустим, другие какие-то требования оплатить услуги, которые не получают граждане. Но еще отдельный вопрос. Если за юриста, допустим, мы можем просто не платить, то есть такие категории сумм, которые мы не оплачивать не можем. Например, это перерасчет за отопление или перерасчет за горячую воду. Вот у меня такой вопрос. Если человек из месяца в месяц оплачивал все квитанции по тарифам, которые выставляет поставщик услуг, по выставленным счетам, закрывал полностью все, откуда могут появиться суммы дополнительные, которые равнозначны, скажем, отоплению за 2-3 месяца? Ну, здесь несколько причин могут быть. Одна из причин – это, например, в случае отсутствия, например, домового счетчика. То есть если домовый счетчик был, мы про Алма-Ату, если говорим, то в Алма-Ате как? Если, например, домовой счетчик отсутствует, потом идут, есть такое понятие, холодные времена и какие-то теплые месяцы. Возможно, одна из причин такая. Ну, вот, отопительный сезон совершен и перерасчеты получили. Да, дело в том, что закладывается, есть такое понятие, как бы залоговые суммы определенно закладываются. Я сейчас объясню, что такое. То есть расчетные, примерные суммы, то есть они были рассчитаны, заложены, согласно их брали этих сумм, но если, например, оказалось, что все-таки время года было ниже температура, чем расчетные какие-то времена, то все равно расход был больше. Я что предлагаю? Тем лицам, ну, лица, это лица, я как герриц разговариваю, тем людям, которые получили какие-то суммы, там, 5-10 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч, и где перерасчеты, я просто один вариант предлагаю, один вариант. Необходимо просто обратиться, желательно письменно, ну, не поленитесь, напишите, что вот в такой-то квитанции, предложите копию квитанции, что нами было исправно все время, да, в течение какого-то, ну, последнего там полугодия, ну, у нас отопительный сезон, да, например, там, все-все было, и к нам пришла там какой-то перерасчет, ну, условно, 10 тысяч тенге, да. Нужно просто обратиться в организацию теплоснабжающую, ну, у нас там Алматы Теплокоммунерго вроде бы, да, и написать, что прошу вас дать разъяснение, но я чуть по-другому пишу, я пишу, что ошибочно была начислена сумма какая-то, ну, так, якобы, и прошу вас исключить эту сумму, ну, то есть я заранее, как бы, делаю что-то ошибочно сумму, ну, немножко это юристы как делают. Я думаю, что они обязаны в течение 15 дней идти по закону, теперь они обязаны ответить, и не просто ответить, что какой-то перерасчет, они должны четко указать основания, да, перерасчета со ссылкой на свои, у них публичные договоры из понятия, да, это отношение между теплооснабжающей организацией и нами, да, правильно же? Вот только так можно решить этот вопрос, иного способа и не вижу. Вот здесь у меня даже есть пример такой квитанции, сумма перерасчета составляет более 10 тысяч тенген, и за горячую воду тоже там сумма такая достаточно внушительная. Согласен. Есть вообще такое мнение, что в тренде на сегодняшний день у нас немножко неправильное поведение самих владельцев компаний, поставщиков услуг. Если какие-то граждане не оплачивают коммунальные услуги, то же отопление или тоже горячую воду, то просто-напросто хозяева, владельцы этих компаний перебрасывают неуплаченные суммы на добропорядочных граждан. И это и есть тот перерасчет, который мы получаем. Иначе откуда появились бы такие суммы? Я полагаю, что нет, это может иметь место, потому что это бизнес, это деньги. Здесь понятие каких-то родственных категорий, они отодвигаются, где деньги, там уже нет. Ну, понятие совести. Ну да, как все же совсем. Я думаю, что возможно. Но еще раз хочу повторить, чтобы совсем этот... Здесь два варианта, да? Три варианта. Платить просто, молчать, да? Ну, это будет просто, ну, немножко несправедливо по отношению к себе, да? Что молча заплатить. Второй вариант. Не платить, но, извините, тогда наступит у них есть понятие принудительного отключения, да? Во всех договорах есть четко написано, в случае наличия задолженности, неуплаты, то поставщик имеет право отключить. Потом еще подключение само стоит у нас достаточно дорого, отключение. И вообще вот этот весь сам процесс неприятный, да? Остаться без тепла, без чего-то. Но я все-таки рекомендую выяснять. Это самый лучший вариант. То есть иногда как? Иногда как бывает? Путем выяснения решается вся проблема. То есть иногда достаточно написать. Так часто бывает. Я думаю, что многие просто молча заплатят. А я сказал три варианта, да. Я сказал три варианта. Самый спокойный вариант. И не нужно бегать куда-то. А мы к этому придем к концу нашей беседы. У меня одна тема, я ее всегда вам говорю. Если разбираться, бегать, писать, куда-то разбираться, то большая вероятность есть, что просто будут компании отписываться. Да, да. А мы, может быть, в конце я скажу, это вот я вот уже несколько раз вот у вас, и я всегда говорю, отсутствие у нас какого-то механизма такого гражданского общества, которое защищает права, неопределенного круга лиц, мы опять вернемся к нему в конце. Вот если вы дадите мне пару минут, я расскажу, как все это решать. Я согласен, один на один невозможно решить. Нереально. Услуги риса стоят в 10 раз дороже. Мы говорили о вероятности мошенничества в самих компаниях сейчас, а ведь есть люди, которые и просто ходят по квартирам, прикрываясь какими-то компаниями, например, активизировались в последнее время у нас так называемые проверяльщики газа. О, это, знаете, это... Я поднимал вопрос два года назад. Ко мне пришли. Представляете, к адвокату пришли. Я расскажу, как это было. Заходит, я открыл калитку, он бежит в дом. Я говорю, это, куда ты бежишь? Он мне показывал удостоверение. Там какое-то слово «газ» есть. Я говорю, подожди, подожди. Я говорю, давай остановимся. Все. Читаю, то какой-то такой-то, газ. Я говорю, подожди, у тебя же тошка. Я могу то открыть, там, газ. Он говорит, ну, у меня, говорит... А, и он следующий такой, знаете, какой показал? Директор дал ему... А, приказ директора, и вот, директора, то, да, какого-то, право проверять. Я говорю, подожди, подожди, директор не может... Давай я тебе сейчас... Я говорю, давай я тебя сейчас обыщу. Он говорит, почему? Ну, как, я просто хочу тебя обыскать. Почему ты хочешь мой дом обыскать? Я вот так аккуратно развернул, написал пост в социальных сетях. Там тысячи людей, оказывается, попадают под такую ситуацию. Что они делают? Они прикрываются удостоверениями, вот этими какими-то удостоверениями там. Знаете, такой синий, чуть ли не с гербом. То есть это такой, знаете, метод психологического воздействия, правильно. У нас же люди корочком как относятся? Раз, фотография, печать, что-то там... С благоговением. Верно, верно, у нас, да, это же, да, товарищ Маутер, да. И там что-то, какие-то приказы, какие-то куча бумажек, какие-то куча танцев. И, знаете, все это так, все, знаете, суетливо, все так быстро, чтобы человек не дают возможность... Это же мошенники так делают, мошенники быстро говорят, в общем, да. И раз, суетливо, подождите, столько жалоб. 800 тысяч тенге стоит проверка якобы точки. Что они делают? Прямо так люди писали. Швабру берут у хозяина дома, швабру. К швабре, этот, они санфетку ложат. Потом берут какой-то к вытяжке и прикладывают, и пишут, у вас все хорошо. Проверка где-то идет 4 минуты. И это может стоить 2-3 тысячи, 4 тысячи тенге. То есть, просто уже много раз было сказано, не надо покупаться. Но эти мошенники действуют и действуют, понимаете. Ну, простые добропорядочные граждане, о каких мы сегодня говорим, они просто вот верят реально всем этим вещам. Так еще хуже, я всегда говорю, ладно, там, тысячу тенге заплатили, вы чужого человека домой запускаете, понимаете, да. Завтра неизвестно, как все это еще и обернется, понимаете. А позвонить, допустим, в домоуправление, переспросить, посылали таких, не посылали, это не вариант? Нет, это же, они же прикрываются другой, они вот так, у нас в Алма-Ате не говорят Алматы-Газ. Понимаете, да, просто Алматы-Газ. И я когда посмотрел, он говорит, подожди, ты же не Алматы-Газ. Он говорит, ну, мы рядом. Я говорю, подожди, ты вообще скажи ЦРУ тогда, да, или там рядом ты, или там ФСБ. Я говорю, какой ты Алматы-Газ, ты мошенник обычный, и прошу покинуть. Нет, эти звонки не могут помочь. Просто, знаете, еще раз хочу сказать, сами граждане, в чем суть государства? Государство должно защищать граждан от таких вот мошенников, понимаете, да. Это функция государства, это не функция гражданина. Быть юристом, например, как я, адвокатом и проверять, понимаете, да. Потому что у нас юристов же мало же, и то юристы все, кстати, многие мои коллеги таких людей запускали и деньги платили, понимаете, да. О чем речь? То есть настолько мы вот верим этим корочкам. Поэтому это функция государства. Я просил, я просил прокуратуру разобраться. Я просил в отношении двух-трех человек возбудить дело. Я говорю, и этот вид мошенничества, он будет исключен. Потом у нас есть такое же понятие пропаганда, да, там, каких-то, ну, например, этих случаев. Этих случаев нет, к сожалению. Никто этим не занимается. То есть не пропагандирует. Вот как вы говорите, что необходимо же предупреждать. Система оповещения не работает в этой части. Ну, я думаю, что многим поможет такая информация, что раз мы платим за проверку, за обслуживание газовых точек ежемесячно, то, соответственно, все эти визиты должны быть, по-моему, 150. Да-да, у меня... В любом случае все эти визиты должны быть бесплатными. Верно, все так и сказали, что мы раз, вот это ВГО или как-то, так и называется газовое оборудование, да, что-то такое, вытяжный газ, ВГО, да, 150 тенге. Раз мы платим, это должно быть так, и никаких этих вот, ну, жуликов я другого слова не могу назвать, которые прикрываются именно вот этой вот необходимостью проверки газа. Жангильды, но ведь получается так, что даже компании, которые имеют вес и авторитет, зачастую посылают своих сотрудников по квартирам и вынуждают граждан подписывать сомнительные договора. Как вы это прокомментируете? Ну, конечно, это с точки зрения закона, ну, именно если совсем брать закон, то как бы не нарушение закона, понимаете, да? То есть разрешается вот именно... Да, но с другой стороны, вот к вам пришли в квартиру, вам принесли договор на нескольких листах, что-то там мелкими буковками написано, вы подписываете. Да, здесь, смотрите, здесь какой момент очень важный, здесь момент последствий. То есть, если пришла какая-то компания, пусть у нас там солидная, ну, там, известная, да, будем говорить какие-то компании, и принесли какой-то договор, да даже на одном листе, я юрист, у меня десятки лет опыта, я не могу понять многие договоры, понимаете, да? Но я к чему говорю? Если окажется, что было сказано одно во время вот этого, ну, как рекламной акции можно назвать, да, вот там, ну, там, присоединение к чему-то там, либо услуга какая-то, либо там, вот возьмите там водички там бесплатно условно, оказалось, и мы поверили, ну, на самом деле я взял, оказывается, бесплатно, бесплатно, вот это вот, или там 5 тысяч тенге условно, да, а оказалось, на самом деле, что это не бесплатно, а 3 тысяч тенге, и не 5 тысяч, а 50 тысяч тенге, да? А может быть, вы подписываетесь под проблемами на ближайший год или два года? Да, вот с этой точки зрения, да, то есть, заранее осудить действия компании мы не можем, и понять, насколько действия компании были незаконны, к сожалению, мы можем только по стечению какого-то времени, да, но чтобы это исключить, вот этот риск, да, вот нарыва, так называемого, да, я бы предложил бы, ну, просто можно запретить, просто запретить такие похождения, вы понимаете, да? У нас же есть такое, у нас статья есть такая недавняя, она сколько, года 4, приставания, да? У нас, кстати, и привлекали уже, приставание статья, это там написано, лицо, если оно навязчиво предлагает свои услуги, там водители, таксисты, что-то, проститутки, кто-то еще там, попрошайки в том числе. Да, попрошайки, да, их привлекали что-то 5-10 тысяч тенге, по идее, вот эта форма, когда по домам ходят и предлагают писать какие-то эти договоры, достаточно сложные даже для понимания, да, потому что на самом деле, я думаю, что их можно расценивать, в принципе, как, наверное, и вот именно приставание. Это, опять же, мы говорим сейчас про компании, которые имеют свои юридические службы, которые грамотны во всех этих нюансах. А что вы посоветуете гражданам, которые юридического образования не имеют, и у них возникают вопросы, каждый раз звонить юристам, адвокатам все равно не получится? Этот вопрос решается, я вот уже несколько лет это говорю, ну, где-то порядка 5 лет говорю, он решается через устранение системных нарушений, посмотрите, вот мы же назвали это несколько системных нарушений, вот по газу, это же системные нарушения, люди страдают, десятки тысяч людей. Вот потом вы говорили, что вот какие-то компании ходят с этими, да, я думаю, что сами граждане никогда не справятся, по-многим. Я адвокат не могу с этим справиться, я пишу, пишу, и вообще никуда, эти жулики таки ходят. Я предлагал и много раз предлагал создать все-таки национальную палату граждан. То есть это какой-то институт общественный, да, который должен аккумулировать все проблемы, системные проблемы, нечастные, и именно решать вопрос. И это легко делается. Вот я... Осуществлять какой-то контроль. Да-да-да, я обычный человек, понимаете, я юрист, у меня получается, я могу сказать, что у меня много получилось вопросов решить для государства, понимаете, именно в рамках своей обычной работы, то есть такой общественной деятельности, пробона. Если же будет создана вот такая вот структура, вот как национальная палата граждан, я говорю, говорю, говорю все время о ней, то тогда, я думаю, что эти все вопросы будут решены. То есть мы граждан где-то процентов на 70 сможем уберечь от мошенников, вы понимаете, да? Потому что помните, у нас было очень много мошенников на рынке жилья, правильно же, да? И сейчас пишут, 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 никто пока не может защитить, никто, понимаете, да? Я думаю, что только так можно, я буду это говорить, я знаю, что эта национальная палата граждан все равно когда-то у нас появится, и мы заживем лучше. Идея озвучена, я думаю, дело осталось за малым. Верно, верно. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо. Спасибо.